вот она дает как бы такой тоже повреждения краски более такие грубые один из фильтров также различные варианты вариации есть или мелкие царапины вот как здесь грубые такие повреждения кстати тоже смотрится так нормально такие островки просто поставлял этот фильтр также можно воздействовать на хейдж но возможно не воздействуется но видите перекрывает то что я там сделал это идет гладкий металл остается и ползунками левел больше меньше делать то есть такой fx фильтр неплохой кстати никогда не использовала но тоже надо все брать на вооружение программа большая как мы в основном работаем быстрее быстрее там туда-сюда побежали убежали разобраться модели только вот сейчас разбирались на на записи этого видео спит и срам конечно да такие вариации видите то есть окантовка идет темного цвета тоже прикольный очень фильтр мне понравился пилинг левел пилинг левел пилинг дистанц из-за того что карта большая идет долгая загрузка пилинг пилинг дистанц то есть убрал вообще эти черные моменты которые дает fx фильтр этот то также используется карта вот курватуру я вижу использовать видите но добавила небольшое затемнение такое ну и также можно посидеть по играться с этим всем делом так сайс давайте уберем сайс два раза меньше чтобы чтобы два раза быстрее работать то есть абстанционер пересчитывают общее разрешение текстуры и немножко хуже видно ну зато быстрее работает сама программа потом можно это пересчитать все пересчитываются все все карты которые есть в этом проекте так фикс фанал дэнсити прикольный фильтр различные здесь можно применять настройки но я хотел не об этом фильтре а вот есть фильтр и фиксные фильтры тоже надо использовать хорошая вещь настройка цвета вот есть hsl hue saturation light с помощью этого фильтра не хитрого можно подобрать там нужный цвет любой который вас интересует который вам нужен хотя это более насыщенно краснее там желте насыщенность ему добавить или убрать но надо убрать также вот эти все может метал оставить метал не влиять то есть оставляем здесь в этом фильтре колор и настраиваем наш колор колор это насыщенный цвет это более такой уставший цвет выгоревший это нас дает ему яркость или затемнение затемнение с помощью этого фильтра также можно настраивать цвет краски 200 200 нам часто не нужно так ну что еще можно применить к нашему многострадальному шлему можно добавить более явную грязь потому что там масло до масла минус от масла это паттерн это сзади он там нарисовал вот здесь вот мне не нравится что перекрывается это все дело ну то есть это типа грязь но она там закрывает металл ну как бы идеально тоже такое не сделать с помощью обычной заливочки только берем этот стенсил добавим сюда от paint и нажимаем x и уберем сейчас я включу маску от маска сюда распространяется наша грязь масляная грязь и можно с помощью слоя paint убрать с нужных нам элементов вот ее как бы надо эту грязь насытить добавим давайте сюда фильтр добавим фильтр hsl вот этот фильтр насыщенность тут насытить грязь и так затянуть вот уже уже более натурально выглядит с этой стороны у нас больше это грязь ну ее можно удалить если нужно ну вот такой вот шлем у нас получилось но это как бы тоже не предел еще можно еще можно над ним поработать а я не вижу хейдж вижу там есть как-то слабо просматривается так надо подписывать все эти названия потому что потом их не найдешь здесь здесь можно чуть-чуть сделать явным более явным идет не нужно почему потому что это же 2048 разрешение не надо забыл уже так сохраняем сейчас переключаемся 496 разрешение пересчитает substance так это у нас более круче стало выглядеть это модель так можно здесь удалить поцарапанные эти все также можно сам металл тоже поцарапать сделать ему добавить ему добавить ему маску и добавить скретч если я не буду этого делать потому что так перенасыщение будет этим всем делом и надо употреблять и как тормозить на 4000 перешел разрешение текстур сразу же притормажив и другую сторону надо еще брашно поменять 1 2 и закрасить так получился такой вот у нас свой надпись у него тут есть давайте перейдем теперь к этому делу к нашим очкам переходим к очкам выделяем этот слой нажимаем на фил катал джем назовем глаз глаз стекло отблэк маск от колор сэл этот сэлэкшн нажимаем на пипетку и выбираем наш вот это вот стекло так стекло у нас будет черного цвета поэтому мы выбираем черный цвет не идеально черная чуть-чуть чуть-чуть светлее чем черный вот так добавим в этот слой roughness слой в этот слой roughness такой блестящий аум или давайте поищем может быть здесь есть материал их материал если здесь есть глаз стекло карбон фильтр какой-то пластик глаз не глаз я не вижу давайте так полистаем может быть что-то найдется деним что это какой-то деним пуговица наверное так стекло есть стекло вряд ли пластик пвс не вижу стекла так сохраним проект и что же нам стекло добавить ну наверняка да не знаю может быть одним слоем обойдется это все может и нет так добавить нужно еще нет все таки два слоя control c и control v немножко другой roughness совет уберем такой немножко немножко не можно добавить гранж там был гранж отпечатков палец гранж даст смол спрей фингерс от куча фингерсов что-то вроде такого момента явно то замет нет вот можно что-то вроде этого такой вот гранж который дает неоднородное стекло его также можно здесь сделать более таким большим удивляем что здесь даст нам трипланар ну трипланар тоже неплохо сработал трипланар оставлю допустим три один размер ну вот что-то вроде такого что-то вроде такого стекла также сюда можно добавить какую-то надпись добавляем слой ну выбираем нижний слон добавляем слой сюда добавляем add black mask здесь оставим крас цвет хеч можно оставить немножко по эту сторону что ли раф металла все все карты в общем оставим здесь и добавим цвет можно выбрать который у нас здесь есть так выбираем нашу пипетку выбираем цвет и можно нарисовать в принципе это в принципе тоже самое но 14 а d14 88 добавляемся на paint свой paint stencil ищем наш наши надписи тут должны быть не здесь в альфе вот это не было у нас так я хочу с этой стороны с этой стороны напишем d14 дробь 78 поменяем альфу на однородную размер нажимаем на с меняем здесь размер так и пишем такой получился номер с ну можно здесь подрегулировать высоту ставить совсем небольшую выпуклость в а здесь вниз она вдавлена а когда смотришь на этот сам по-другому ну такой пускай будет много не надо номер ему там вот приписали заляпали ему стекло заляпали шлем так ну в принципе можно как по дизайну еще здесь вот линии и давайте здесь вот на этом гребне сделаем ну что-то вроде карбонового какого-нибудь там чего-нибудь то есть это у нас будет материал следующий карбон катал джи карбон карбон от black mask обязательно color выбираем от color selection пипеточка и выбираем нужный нам цвет выбрали сохраняем и какой карбон у нас цвета конечно черный выбираем черный цвет не совсем черный цветы так ну карбон у нас такой матовый да имеет вовремя это все матовый 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 фон такой имеет и сейчас мы это настроим хеч тут не нужна вот roughness уменьшим до такого положим угольный какой-то стал это нормально так и теперь можно добавить регулируемую регулируемую какую-то сетку ну карбоном имеется имеется ввиду с какой-то насечка такой добавляем fill добавляем маску черную добавляем еще сюда fill add fill заливку здесь мы убираем color это пускай остается и хеч такой чтобы явно было заметно переходим в нижний слой фил и здесь в гранже нет в альфе очень много паттернов и который один из них используем они здесь различные полно ткани здесь есть карбоновые какие-то элементы но много чего я все пролистал где же они так лавна медиум и 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 процедурных картах процедурных картах эти паттерны есть вот их миллион тут давайте какой-нибудь выбираем любой какой-нибудь кстати говоря они здесь регулируются тоже их можно различными способами тут перенастраивать давайте вот это кинем здесь не работает давайте добавим paint добавим paint и кидаем сюда stencil и здесь вот есть настройки его размер тайл тайл то есть количество и так тайл уменьшил чтобы было виднее и толщина как бы самого бородюра все они практически все они имеют свои настройки можно любые использовать и что-то тот который я хочу я не вижу вот они здесь ниже вот какой-то из этих круглых они кстати говоря тоже настраиваются эти тоже настраиваются если не ошибаюсь не туда вот стоим сам полностью соединяются или вот таким вот елочкой какой-то остаются ну что-то вроде такого может также толщина этих переходов сольется она да можно слить полностью так тайл точно так же можно тайл увеличить уменьшить но это нам не подходит нам нужен фил чтобы залить полностью так это мы отключим добавим фил все таки от фил и попробуем использовать его так и здесь меня мимо ему увеличивая уменьшая мне не нравится здесь вот посредине идет шоу и что нам нужно сделать нам нужно перейти в три план-р у него там другой алгоритм размещения от их всех текстурных вещей и так сейчас посмотрим что получится можно так что ли передвину что мне кажется ли он там как-то вдвойне как-то у него друг на друга там это наложение ну-ка такой планар прожекшен не годится сфериков но тоже такое семья это шо фил здесь надо разрешение менять скейл пытаю правило все еще на это тоже не подходит девушка здесь получается перехлёст такой не годится три планар три планар тоже здесь вот в этом моменте почему-то заметно если мы так это передвинем так как учатся в два раза где-то используется так это тоже не подходит прожекшен не целиком сезон так здесь вот в конце почему-то но пересекается а если выше поднять так надо очень попасть что-то не было особо заметно вроде так нормально теперь не очень нормально что-то вроде если просто 4 поставить так если в 0 и тут везде в 0 тут и скейл есть скейл тоже нет так когда-то там что-то делось икс единицам то есть идет нахлёст идет нахлёст друг на другом ну может быть таял он поможет затаялить это все